Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кочеткова дерева можно применять и при строительстве многоэтажных зданий. В концепции развития отрасли будет предусмотрено взаимодействие предприятий, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, власти, инвесторов, выступающих с инициативой поддержки организаций, осуществляющих развитие данного направления деятельности. Программа Экономика. Бюджет Кирова будут принимать в двух чтениях. Это предполагает поправки в положении о бюджетном процессе в городе. Сейчас основной финансовый документ принимают в одном чтении в конце года, когда сверстаны федеральные и областные бюджеты. Новый подход к работе с казной потребует изменения порядка рассмотрения бюджета и его внесения в городскую думу. Будет прописан срок не позднее 20 октября. Документ будет изучать отдел правового обеспечения думы, затем комиссия думы по финансам. Сейчас предусмотрено только, что бюджет вносится в думу не позднее, чем за 15 дней до его предполагаемого принятия. Экономика. На 101 ФМ. Инвесторы придут в регион, видя внимание его руководство. Президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников в программе «Разворот на бизнес» рассказал о том, какие условия должны быть созданы в регионе для привлечения инвесторов. По его мнению, необходимо заниматься обустройством инфраструктуры, нужные дороги, электричество, газ. Зарубежный бизнес обязательно обратит внимание на условия, созданные для местного. Если сравнив их с условиями для иностранцев, он увидит серьезные различия, в регион не зайдет, уверен Липатников. Важно для предпринимателей и внимания властей. Губернатор любой территории обязан уделять внимание людям, готовым в нее вкладываться и создавать новые рабочие места. Выслушать, напоить чаем, что здесь сложного, сказал Липатников. Экономика. К другим новостям. Компанию «Автоспецгарант» заподозрили в преднамеренном банкротстве. О результатах анализа работы организации сообщил временно управляющий компанией-застройщиком. При этом он отмечает, что признаков фиктивного банкротства не обнаружено. В ноябре позапрошлого года в отношении компании введена процедура наблюдения. Объем требований кредиторов сейчас более 300 миллионов рублей. На собрании кредиторов на прошлой неделе было решено ввести в отношении «Автоспецгаранта» на полгода процедуру конкурсного производства. Напомню, что на одного из руководителей-застройщика заведено уголовное дело. По данным правоохранителей, 25 миллионов рублей, полученных от участников долевого строительства дома на Орджоникидзе-2Б, он потратил на иные цели. Программа «Экономика». Инвестор вложится в расширение улицы возле строящегося ТЦ «Макси». Градостроительный совет Кирова утвердил архитектурное решение нового гипермаркета на перекрестке Ердяковой и Московской. Вологодская компания предлагает провести реконструкцию дорожной сети на этом участке. Что именно предполагается изменить, не сообщается. Эксперты издания «Навигатор» считают, что может быть предпринята попытка создания на перекрестке кругового движения. Либо построена разгонная полоса, которая облегчит подъезд к торговому центру. Также в компании обещают провести реконструкцию светофоров с установкой дополнительных. Новый магазин хотят открыть в конце этого года. На незаконной банковской деятельности Кировчанин заработал 3 миллиона. Суд вынес приговор жителю Кирова и приговорил его к штрафу в 200 тысяч за незаконную банковскую деятельность. Мужчина в 2014 году перечислял деньги со счетов клиентских фирм на счета фирм «Однодневок» под видом оплаты товаров и выполненных работ. Всего за этот период осужденный в наличии он не менее 150 миллионов рублей заказчиков. При этом его доход составил не менее 2% от суммы. Экономика. Напоследок, коротко несколько цифр. 78 миллионов рублей получат районы области дополнительно. Это поощрение за работу над повышением собираемости налогов. По 50 миллионов рублей в год может приносить в бюджет Луза инвестопроект компании «Хольцхаус». На 10% выросла сумма НДФЛ, которую рассчитывают вернуть из бюджета кировчане. И о валютах. Доллар сегодня 56,59. Курс евро 70 рублей 67 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.